в дороге, возможно, опоздает, не знаю насколько, поэтому мы помолимся, чтобы Господь усмотрел Его приезд и все-таки, чтобы мы Его услышали. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Сегодня у нас первое воскресенье месяца, трапеза Господня. Очень важно нам подготовить наши сердца. Ну, подготовлены для встречи с Господом. Важно, чтобы елей, то масло, которое всегда должно быть в нашем светильнике, чтобы оно всегда было накоплено. И это зависит от наших молитв. Знаете, вот просто вот на этой неделе Господь не открывал силу молитвы. Насколько важна искренняя молитва, насколько нам важно всем, живой церкви, живым верующим, искренно молиться и делать это постоянно, потому что от избытка сердца говорят уста, и жизнь и смерть во власти языка. Вы знаете, то, что мы говорим, на самом деле мы говорим от наших сердец. Если сердца наполнены какой-то скверной, какой-то нечистотой, какой-то грязью, то мы и будем это говорить. Мы будем говорить скверную, нечистоту и грязь. Если мы прилеплены к правильному источнику, к роднику вечной жизни, если мы читаем Слово Божие, если мы общаемся в общении святых, если мы просто исследуем скрупулезно священное писание, копаем глубоко до тех пор, пока до камня не докопаемся, и потом вот тут вот этот чистый родник, родник чистейшей воды, Слово Божие, откровение, тогда и уста наши наполняются какой-то хвалой, словословием. Но я хочу сказать о том, что какое колоссальное преимущество, сегодня я буду об этом тоже немножко говорить, имеют крещенные Духом Святым. Слово Божие об этом говорит. Апостол Павел пишет в первом послании Коринфянам, я более всех вас говорю языками, и это говорится о молениях на иных языках. Но в церкви лучше хочу сказать пару слов на понятном языке, чтобы это было в назидание. Когда вне церкви апостол Павел очень много молился Духом, Писание называет молиться Духом. И знаете, какое преимущество? Когда ты молишься Духом, да, о том, что вот сейчас я стараюсь и стремлюсь, когда остаюсь как-то сам вот собой, где в тайной комнате, в машине еду сам, просто вот куда-то пошел там, я начинаю молиться Духом, потому что на этой неделе Бог дал очень четкое и ясное откровение о том, что когда мы молимся Духом, в нас открывается источник, и как Иисус Христос обещал, что из нашего чрева потекут реки воды живой. Вы представляете себе? Реки воды живой. То есть какое колоссальное по нему преимущество. И вы знаете, это не просто так, ну просто, ну Иисус же не обманывает, правда? То есть если Он пообещал, Иисус всегда исполняет Своё слово. Когда Иисус пообещал что-то, Его обетование да и аминь, и это именно о том, что когда Иисус был прославлен, сила Святого Духа проявилась на верующих, и они начали молиться Духом, они исполнялись Духом Святым, и они просто вот на самом деле молились, радовались, сила просто сходила из их чресел, просто текла река полноводной жизни. И вы знаете, что в этот момент происходит? Вот откровение моё заключается, оно очень простое, в том, что когда через нас течёт чистая вода, что? Мы очищаемся, скажи аминь, мы освящаемся, мы становимся чище, мы становимся святей, и это происходит в момент того, когда я молюсь Духом, когда я словословлю, когда я прославляю Господа, когда я прославляю, когда я поклоняюсь Богу Единому, да? В этот момент моё сердце освящается, наполняется силой, благодатью, помазанием, то есть я хожу в силе, происходит исцеление, происходит освобождение, люди спасаются, людей привлекает всегда благодать Христова, обилие любви, вот этой призобилущей, которая превосходящей разумения, любовь Христова, людей это всегда будет привлекать. Когда мы религиозные, да, когда в нас нет любви, это отталкивающее зрелище. Религия, да, она отталкивает, вот когда человек просто вот так тупо что-то уже делает, ну просто вот так машинально уже, не вкладываясь никакой искренности, никакой чистоты, просто вот так что-то машинально, вот Господи там, прости, там уже в слова ничего не вкладывается абсолютно. Просто вот это смерть, это настоящая религиозная смерть, жизнь и смерть во власти языка. Ты можешь молиться, но это может быть мёртвая молитва, если твоё сердце не прилеплено к Иисусу Христу. Аминь. Давайте мы сегодня помолимся, вот искренне, да, призовём имя Господне, вот просто от всего сердца, потому что Слово Божие говорит, ты найдёшь Бога, да, но найдёте меня, говорит Господь, но найдёте, когда всем сердцем защите меня. Вот полумера не проходит, да, ну вот 90% не проходит, 99% не проходит мого сердца. Когда от всего сердца взыскал, когда от всего сердца возвал, Иисус, пожалуйста, приди, прямо сейчас в моё сердце. Давайте мы склоним наши сердца, давайте мы встанем при нашем Господе. Господи, нам и сегодня нужен Иисус, скажи, мне нужен Иисус, нам воистину каждый день надо глубоко каяться перед Богом, обращаться. Не мните себе, что мы какие-то духовные, супердуховные, что нам не нужно больше покаяния, что нам не нужно больше исповедоваться, да, потому что мы такие чистые уже, освещенные. Каждое утро, каждое утро, очень важно обновлять, скажи, каждое утро. Встану рано, говорит шалмопевец Давид, призывай имя Господне. Спасибо тебе, дорогой Иисус, ты уже здесь, Иисус, слава тебе за это. Дай и нам быть здесь, не дай нам быть там, где-то, Господь, в прошлом, жить, Господь, очень, прошлым днём, что там было хорошо, там было помазание, там была конференция такая мощная, а здесь что? Не дай нам быть где-то в будущем, в каких-то своих мечтах, в иллюзиях, здесь, ты здесь сейчас, Иисус, сейчас ты здесь, Иисус. Дай ухватиться за тебя, Иисус, сегодня, за твои святые одежды, за твое помазание, за твою святую благодать, который сегодня спасает, за твою руку, десницу, которая сегодня сильна спасать, которая сегодня крепкая. В тебе нет ни тени перемен, ты вчера, сегодня воведи тот же Бог, такой же могущественный, такой же сильный. Дай мне искренне призвать прямо сейчас, Иисус, я так нуждаюсь в тебе. У меня сегодня колоссальная жажда, потому что знаю, что без тебя ничего не могу, ничего хорошего, ничего святого. Только от тебя все исходит, только к тебе, Господь, и только тобой, так говорит Священное Писание. Все от тебя, все к тебе, все от тобой движется и существует. Все дышащее сегодня славит Господа. Аллилуйя, Иисус, Господь, омой меня прямо сейчас в своей святой крови, я так нуждаюсь в этом. От моей религиозности, от моей надменности, от моей гордыни, от моих религиозных накопленных знаний, от всего того, чем я могу сегодня гордиться, от всего того, чем я могу сегодня тщеславиться, от всего того, чем может возвеличиться мое я, мое эго. Убери это от меня прямо сейчас. Сейчас сокруши мое выею, Господь, Иисус. Сокруши мое я, я смиряюсь пред тобой, Иисус. Потому что, Господь, Иисус, я вижу твою славу. Я вижу, как великое имя твое, Господь, Иисус. Я вижу, насколько величественна твоя любовь и твоя спасающая благодать. Господь, очень никто никогда не сможет сделать то, что ты когда-то сделал на Голгофском кресте. Только у тебя святая кровь, только ты не порочен. Только ты был во всем искушен, но греха не сделал. Только ты абсолютно святой. Только ты прошел абсолютно все. Через смерть, через все муки за меня, через все страдания, через всю скорбь, через отверженность, через то, что Отец оставил тебя на этом страшном позорном месте. За то, что ты принял на себя этот позор. Мой позор, наш позор, наш срам. Забрал мой грех. Забрал мою болезнь. Забрал мою проклятие. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарим тебя, мы преклоняемся пред тем, что ты сделал, Господь Иисус. Для того, чтобы мы были сегодня абсолютно счастливыми, оправданными, освященными, омытыми, исцеленными, спасенными. Освобожденными, Господь. Слава тебе, Господь, Иисус. За то, что я могу сегодня входить через эту разорванную тобой завесу, посвятая святых Богу Отцу, и взывать, Ава, Отче, ты мой Отец, я твой Сын. Потому что, Господь, не потому что я такой хороший, потому что по благодати, по твоей призовидующей милости, я принял это усыновление во Христе Иисусе, твоем единородном Сыне. Не потому что я первый возлюбил, потому что Иисус возлюбил меня первым, потому что Он возлюбил нас первым, еще прежде создания этого мира. Его любовь к нам была так велика. Спасибо тебе, Иисус. Да, нам пославить тебя сегодня достойно. Аллилуйя, Отец. Мы поклоняемся всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью своей. Аллилуйя, Отец. Народ Божий скажет. Аминь.